Нам в приют подбросили коробку с пятью подсосными щенками, а также просто к моему автомобилю привязали собаку. Подбрасывать животных в наш дом начали после того, как развернулась информационная война против приюта. По словам его основательницы, известной в России зоозащитницы Полины Кефир, в интернете активно начали распространяться лживые сведения. Мол, животные содержатся в грязных и необработанных вольерах, положенные медикаменты не получают, а потом и вовсе умирают от голода. Из-за наплыва ботов группу приюта в соцсетях не раз блокировали, а ведь там размещаются посты о помощи и сборе денег на корма и стройматериалы. На то, чтобы восстановить работу группы, уходит несколько дней. Все это время наш дом находится в информационном вакууме. На защиту Полины Кефир встали челябинцы, которые не раз бывали в приюте, забирали бездомных животных или помогали с уборкой и ремонтом. Скажу честно, такого не ожидала, так как привыкла видеть совсем другую картину, приезжая в приют. Благодаря Полине после смерти нашей первой собаки в нашем доме появился щенок-живодерни. Он три месяца ждал нас и теперь уже домашний. Самозабвенно тырит носки и гоняет кошаков дома. Мы наблюдали за работой Полины Кефир и поражались, насколько сильно человек хочет изменить систему, улучшить город и насколько глобальны мысли и планы приюта. Бесспорно Полина внесла огромный вклад в зоозащиту Челябинска, который сейчас пытаются безжалостно растоптать самозванцы. В поддержку Полины Кефир выступили и ее коллеги. Зоозащитники изнутри знают, как работает один из лучших зооприютов Челябинской области. Кроме того, именно его основательница организовала фестиваль гуманного отношения к животным, который объединил всех неравнодушных в судьбе бездомных кошек и собак. Это человек из тех немногих активистов, кого волнует не собственный приют, а положение с безнадзорными животными во всем городе. Возникают такие вот ситуации, такие конфликты, когда хороших людей, которые действительно стараются делать все на благо животным и на благо городу, пытаются как-то изжить, извести. В общем-то, в какую ситуацию попала Полина. Полина предполагает, что такой ажиотаж в соцсетях могла вызвать ее позиция в отношении горэкоцентра. Оттуда зоозащитница забирала приговоренных к смерти кошек и собак. А еще недавно она вышла из рабочей группы общественной палаты города. Предложения, которые она там озвучивала, многим не нравились. Впрочем, на этом проблемы приюта не заканчиваются. Территория, где находится наш дом, в частной собственности. Землю Полина приобретала еще 10 лет назад. Но сейчас администрация Сосновского района решила изменить градостроительный план. И администрация, и мы оказались в неприятной ситуации. Земля теперь в неподходящих, скажем так, границах, в неподходящем виде разрешенного использования находится. Нам нужно изменить это. Потому что приют, в случае, если земля не изменится, он, конечно же, будет находиться на том же месте, но будет находиться неофициально. За несколько месяцев в отношении приюта поступило 6 заявлений в прокуратуру. Все проверки организация прошла. Заключения, нарушений нет. Чем закончится информационная война, пока говорит рано. Но тех, кто становится на сторону защиты Полины Кефер, становится с каждым днем все больше. Вячеслав Ватутин, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.